Дорогие друзья, всем привет! Мы находимся сейчас в Махмутлари. Сегодня Оля согласилась нам дать небольшое интервью по поводу юридической стороны оформления сделки, оформления договора купли-продажи, квартиры в городе Аланье. Хотел сказать в городе Сочи, нет, в городе Аланье. В городе? В городе, в городе. Все правильно? Это город, все правильно. Находимся мы сейчас в Махмутлари, район такой, который выбирает у нас большинство русских людей. И, собственно, у Оли здесь вот как раз-таки офис. Реклама, мини-реклама, если видно будет. Да. Так. Всем здравствуйте. Да, кстати. Оль, расскажи, пожалуйста, как вообще проходит сделка по покупке квартиры в Аланье? Я слышал, что, может быть, она дистанционная и очная, да, как ты ее назвала? Да, на самом деле сделка может проходить в двух вариантах. Первый вариант – это дистанционный. Очень часто сейчас этим пользуются люди. Это очень удобно. Не нужно тратить время на то, чтобы сюда приехать, на то, чтобы объездить все объекты по факту. Иногда это занимает несколько дней, и физически тяжело, бывает у всех разные ситуации. Это очень удобно. Мы выбираем в дистанционном режиме с помощью любого мессенджера, электронной почты, объекты. Те, которые наиболее интересуют и наиболее подходят по параметрам. Мы выезжаем на объекты в режиме либо видеозвонка, либо просто записывая видео. Мы отснимаем полностью, делаем видеообзор квартиры, показываем, что есть, как есть в режиме реального времени. И можно понимать, что собой представляет квартира, какой вид из окна, как далеко от моря. То есть все эти моменты, которые мы проговариваем предварительно, мы их учитываем на видео. И показываем то, что будет интересно, и то, что важно конкретно для вас. Второй же вариант – это фактический приезд сюда. Большинство компаний, в том числе и наши, предоставляют инфатуры. Когда вы приезжаете один или с другом, или с подругой, или с семьей на 4 дня, мы размещаем вас в отеле, по порядку, встречаем вас в аэропорту. Размещаем в отеле, отель по системе All-Inclusive работает, соответственно, у вас есть все питание, которое необходимо. Мы вас забираем из отеля, предварительно договорившись, показываем все объекты, которые были согласованы, плюс по ходу мы корректируем обычно запрос, и все равно добавляем какие-то другие варианты, которые, например, на первоначальном этапе были не важны. И сама задача у нас, в первом и во втором варианте, найти тот объект, который будет максимально интересен, и максимально подходить под стандарты, под задачи, которые перед нами ставит клиент, для того, чтобы квартира соответствовала его ожиданиям. Ну, все, в принципе, то же самое, как и в Сочи, тоже мы встречаем в аэропорту. Единственное, вы в Анталии, да? Ну, либо в Газипаше. Да, у нас два аэропорта. Либо в Анталии. Да, Анталии 130, по-моему, километров. Да, это около двух часов езды групповым транспортом. Ну, это очень удобно, на самом деле. Да, в Газипаше вообще полчаса, и прекрасно можно добраться. Чаще всего мы сами выезжаем, встречаем людей на машине. Это тоже удобно, это намного быстрее, чем ехать из Анталии. Ну, опять-таки, дорога, пусть даже по турецким дорогам, которые удобные, которые ровные. Которые вообще идеальные. Я просто на машине сюда приехал. Вот она, моя машина, кстати. В Турцию заезжаешь, дороги сразу становятся идеальными. Хорошо, Оль. Ну, и юридическую сторону самой сделки. Люди просто, когда я сюда уезжал, ну, и многие сейчас в Инстаграме, где-то в Ютубе задают вопросы, как будто я на другой планете. В параллельной вселенной. Да, в параллельной вселенной. Расскажи, пожалуйста, как здесь юридически все оформляется? Когда мы находим объект, мы чаще всего делаем задаток. Это такой практически обязательный атрибут, потому что очень часто, приезжая сюда, выбирая квартиру, мы не берем с собой все деньги. Иногда по соображениям безопасности, иногда неуверенности в том, что, а вдруг я не найду, и мне не надо, только возить туда-сюда. Поэтому задаток – это очень удобный вариант. Когда вы оставляете какую-то сумму денег... А сколько у вас задаток в среднем? У нас в Сочи 100-50 тысяч, в зависимости от суммы. В районе 1000-5000 евро. Это зависит от квартиры, от объекта. Опять, есть два момента. Это вторичный рынок и первичный рынок от застройщика. На первичном рынке все достаточно просто. В принципе, для резерва достаточно бывает 500-1000 евро, в зависимости от объекта, от компании, застройщика. И подписывается договор непосредственно в офисе. Опять-таки, застройщики предоставляют в том числе беспроцентные рассрочки. Это все регулируется договорами, которые заключаются в офисе компании. И по окончанию строительства, если, например, этот объект строится, либо уже, если это построенные объекты, вы готовы полностью внести все деньги, едется в офис ТАПУ. Это муниципальная служба, которая занимается оформлением договоров купли-продажи. Там проходит сделка. ТАПУ это что? ТАПУ в Турции это свидетельство о праве собственности. Свидетельство о праве собственности. ТАПУ в Турции это свидетельство о праве собственности. Государственная служба это все выдает. Они несут ответственность за то, что они выдают вам правильные документы, что они соответствуют действительности, что на квартире нет обременений, отяжелений, непонятно каких кредитов или еще чего-нибудь. То есть смотри, Оль, мне вот Рамиль рассказывал до этого. Как-то он мне так интересно сказал. Может быть ты мне разъяснишь все-таки, что гарантом как-то третьим, то есть грубо говоря, выступает государство в сделке, что у тебя с твоей недвижимостью будет все в порядке? Потому что все сделки проходят через государственный орган. Нет частных нотариусов. Нет, они есть частные нотариусы, но они не несут той функции, которую они несут в странах бывшего Советского Союза. Я говорю сейчас не только про Россию, я говорю в том числе Беларусь, Украина, Казахстан и так далее. Здесь ответственность за проведение сделки лежит на государстве. И офис ТАПУ берет на себя эту обязанность, что квартира перед сделкой чистая, что нет никаких... То есть они проводят экспертизу какую-то? Мне про экспертизу тоже рассказывали. Да, я думаю, мы немножко позже к этому вопросу, мы ничего не закончили совсем этим этапом. Мы вернемся к оформлению. Хорошо. Занимает по срокам оформления всего несколько дней. До 7 дней можно вложиться полностью, совсем-совсем, включая с подбором квартиры. А если мы уже выбрали, само оформление сколько будет? Да, если мы выбрали, это примерно 4... Ну, 7 дней все равно, да. Не 7, вруб. 4 дня это достаточно. 4 дня, да, где-то предоставить? Да, дня 2-3 уйдет на экспертизу, потому что сертифицированный оценщик должен зайти на объект, просмотреть и выдать свою оценку о стоимости. Это кадастровая стоимость или оценочная стоимость, ее можно называть по-разному. И плюс дня 2 на то, чтобы подготовить, оформить все документы в ТАПУ. Соответственно, это достаточно быстрый процесс. Так, хорошо, Оль, с этим понятно. Сколько по времени мы ответили, что покупателю нужно взять с собой вообще, в принципе? Если это просто покупка со стопроцентной оплатой, не нужен никакой не банковский кредит, ничего, то нужен паспорт за гранд. Нужен паспорт, где есть прописка, либо же квитанция, где указано, что вы по этому адресу зарегистрированы, например, квитанция на воду. Там обычно указана фамилия владельца. А паспорт обычно подойдет? Подойдет обычный паспорт, если в нем есть прописка. Потому что здесь очень важен факт подтверждения прописки. Но иногда бывает такое, что, имея паспорт, могут запросить в том числе и квитанцию, например, какую-то из дома, о том, что, например, у вас там платили за воду, за электрику, за предмогутацию. То есть можно обойтись даже квитанция, да? Да, для того, чтобы просто подтвердить. Подтвердить, да? Для сделки вам также понадобится еще налоговый номер. Он получается здесь, по месту. Занимает это примерно минут 15 времени. Это просто приехать в налоговую службу, заполнить небольшую анкету с серых самозагранных банков. То есть вы получаете, грубо говоря, местный ННН, так? Обязательно. Без этого не пройдет ни одна банковская операция. Без этого не пройдет ни одна сделка. У вас должен быть налоговый номер платильщика. Налоговый номер платильщика налогов. Да, все правильно. Так, дальше. Это обязательно. И, в принципе, и все. Ну, получается, я взял два паспорта с собой. Загранник и свой паспорт с пропиской. И все. И деньги, да? И деньги. И деньги. Больше ничего не нужно. Все остальное происходит на месте. Мы открываем счета. Опять-таки, уже имея налоговую. Это все достаточно легко и просто. Здесь никаких сложностей нет. Занимает это по времени. Ну, вот, правда, очень смешно. Многие люди удивляются, как это все. Да, это все. Это действительно занимает 10 минут времени. Не нужно ждать, не нужно... Ну, я слышал, да, здесь как бюрократия в меньших гораздо размерах, чем у нас там. Ну, по сравнению с нашими странами, ее здесь практически нет. Практически нет, да? Ее не видно дальше. Круто. То же самое касается ТАПУ. То же самое касается многих других государственных органов, с которыми мы по ходу деятельности сталкиваемся. Мы видим везде одну и ту же картину. Все достаточно легко. Просто все регламентировано. Приходишь, подаешь документы, если у тебя все есть. И если даже чего-то нет, очень часто донесете. И говорят в государственных органах, и улыбаются работники государственных органов. Чаще всего, да. Это правда. У нас же так, ну что, заходи. Да, очень многие шутят по этому поводу. Но здесь это немножко по-другому. Действительно приятно с ними работать. В принципе, не вызывают страха. Да, блин, так же и должно быть. Это же государственные органы. Ну, давай не будем далеко ходить. Полиция, которая на дорогах останавливает. Мы отклонились от темы. Нас, кстати, да. Ну, блин, невозможно не отклониться. Нас гаишник останавливал. Женя остановил гаишник на трассе, когда мы сюда ехали на машине. Все вообще вот с такой улыбкой до ушей. Все это с переводчиком пытались мне объяснить. Все там Сочи, Сочи, там Россия, привет. Ну, очень дружелюбные ребята. Правда, штраф нам выписали, тысячу лиры. 11. Музмун 167 ехали. Ну, да. Но они не могли не выписать. У них там все зафиксировано. Я их понимаю. Я не стал даже с ними пытаться что-то договориться, потому что у них здесь вроде это не работает. Но если зафиксировано, это же как бы устраняет коррупцию. Если нельзя удалить вот этот штраф, как у нас, можно удалить. Если мелкое какое-то нарушение, то очень часто они могут просто... Отпустить, да. Второй нас отпустил. Ну, типа не делайте так больше. Ну, обычно на этом все. Но есть моменты, которые здесь строго. Это алкоголь за рулем. Допускается определенная доза промилле. Я, к счастью или к сожалению, не пью. Поэтому я не знаю, сколько я могу выпить для того, чтобы сесть за руль. Не допускается превышение скорости. Ну, если поймают, будут штрафы. Ну, и, пожалуй, глобально в таких все. Я смотрю, на красный вообще пролетает половина. Ну, опять-таки. Тут так относятся. Как бы если ты торопишься, ну, ничего страшного. По правилам это не допускается. Но в жизни мы видим то, что пешеходов, кстати, не пропускают. Да, вот это да. Пешеходы не в приоритете. И, к сожалению, очень многие туристы, приезжая сюда, они об этом не знают, либо забывают. И из-за этого происходит... Здесь даже ищут районы такие специально, чтобы был либо надземный, либо подземный переход. Да, да, да. Потому что через дорогу перейти невозможно. Прям не пропускают. Ну, нужно очень аккуратно, потому что сейчас уже все спокойно. Но в летнее время, к сожалению, бывают прецеденты, когда туристы по привычке, зная, что у них приоритет. Пьяные немножечко, наверное. Такое тоже бывает. Выходят на дорогу, перебегают машины, едем мы на скорости, на хорошей здесь, на приличной. Ты сам это замечал. И не всегда получается среагировать. И бывают прецеденты, к сожалению. В общем, будьте осторожны. Ладно, мы же вообще суперсильно... Да, мы берем с налогом. Так, мы... Что мы узнали? Мы берем с собой, получается, паспорт, второй паспорт. И сколько вообще будет стоить вся эта сделка? Я слышал, что у вас есть там налог. Есть еще какие-то затраты дополнительные? Расскажи, пожалуйста. Да, он налогом. Налог 4% от кадастровой стоимости. У нас на объект заходит оценщик, он ее оценивает. Обычно это... Оценивает квартиру обычно дешевле, чем она стоит на рынке. Я думаю, что у нас здесь ситуация похожа в странах. У нас... Ну да, у нас тоже... Ну сколько примерно у вас разницы? Например, 3,535, да, тысяч стоит евро оценочная? Ну, могут оценить в 30, в 29. То есть незначительно, но немножко дешевле. Чуть поменьше, да? Будет 4% от кадастровой стоимости. Ну, не такой чувствительный, так скажем, налог. Да, был вот до нового года 3%. Ощутимый чувствительный. Да, был 3%, сейчас 4%. Но опять-таки, все зависит от оценщика. Если мы говорим вот про новый дом, да, вот, например, по нашим объектам, которые мы строим, у нас есть квартиры за 35-38 тысяч евро, их примерно в 30 оцениваем. Если есть квартира, например, за 38 на вторичном рынке, она может быть оценена, ну, например, в 25. То есть логарифм, как... Алгоритм. А, алгоритм. Спасибо, запуталась в математических терминах. Как оценивает оценщик? Не всегда понятен. То есть у него есть свой устав, свой набор правил, как он это делает. Ну, чаще всего это дешевле, чем есть на самом деле. Хорошо, первый налог 4%. Да, потом есть порядка 800 турецких лир, это где-то 120-140 евро. Это налог, он здесь называется Донерс Серманье. Это примерно как налог на оборотный фонд. Вот, вот, точно даже перевести не могу, как это назвать. Аналогии с нашими я не могу тоже провести у нас такого принципа нет. Мне кажется, что, наверное, ближе всего это, типа, сбор за отчуждение имущества. Вот, по логике, хотя не факт, могу ошибаться здесь. Ну, он есть, и нужно о нем помнить. Это примерно, ну, где-то 800 тысяч лир максимум. Где-то 10 тысяч рублей. И что-то еще? Да, около 320 турецких лир. Это стоимость ТАПУ офиса за проведение документарных работ. Услуги оценщика примерно 1250 турецких лир. Еще. И если, если это новостройка, то, которая покупается именно от застройщика, а не от инвестора или еще от кого-то, то получение Искана. Искана получается в Белидиэр. Искана-то что? Это техпаспорт, условно, на здание. Это 1670 турецких лир еще будет стоить. Ну, если это вторичный рынок, то здесь его нет. Скорее всего, он уже просто получен, его нужно переоформить. Опять, Искан есть двух типов. Есть на квартиру и на дом. Очень многие сейчас задают вопрос касательно Исканов, потому что их сделали обязательными. И как маленький лайфхак, да, как понять, есть ли Искан на дом. Потому что Искан, которого нет на квартиру, это не проблема. Он стоит порядка двух-двух с половиной тысяч лир, и его можно оформить за несколько дней. То есть, ну, как бы, как говорят великие, да, когда проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Хуже обстоит ситуация, когда в доме нет Искана на дом. Это в смысле, когда он строится или уже в готовом, можно такое? Когда готовый дом и на нем нет Искана. Лайфхак. Когда вы заходите смотреть такую квартиру, обычно на первом этаже, ну, где-то либо почтовые ящики, либо если есть стоечка, как у ресепшена, лежат квитанции на воду. На воду, на свет. Вот если квитанции много лежит, и все они на разные фамилии, Искан на дом есть. Ну, в большинстве случаев, практически всегда. Очень редко, когда это будет не соответствовать действительности. А если бумажечек? У нас есть бумажек, куча сбоку, просто прикрепленные висят. Значит, у вас есть Искан на дом, скорее всего. Опять-таки, это нужно проверять дополнительно, этим мы занимаемся, занимается наша компания, когда готовят сделать. Ну, сейчас новостройки, ты говоришь, уже обязательно у них должен быть Искан. Без Искана они не сдадут в эксплуатацию, да, дом? Правильно я понимаю? Могут сдать. Могут, да? И могут запустить. Но потом могут точно так же и снести. Ммм, ну что себе, даже такое здесь бывает. Конечно. Прямо как в Сочи у нас. Да, вот буквально, наверное, около месяца назад в оба, у очень крупного застройщика, началось строительство без разрешения и просто снесли дом. Его просто вот отстроили, костяк, и просто его разобрали. А, он уже продал кому-то квартиры? Да. Ну, деньги, скорее всего, вернул. Деньги обязательно возвращаются. По турецкому законодательству мы обязаны возвращать деньги, если есть какие-то моменты. У нас знаешь, как часто бывает, застройщика посадили и все такие, ну, и что, вы его посадили, и что, а нам что-то? Нет, здесь обязательно деньги возвращаются. Слава богу, здесь никого не было прецедентов, что посадили. Были прецеденты, когда начиналось строительство без документов или начиналось с какими-то нарушениями. В таких случаях деньги возвращаются, либо находятся альтернативные варианты. Ну, например, да, у застройщика есть готовые дома, которые он уже построил, там есть квартиры. И вы, например, проинвестировав квартиру, дом, который подлежит сносу, который нельзя было строить на этом месте, вам могут предложить альтернативу в готовом доме. Либо же вернуть деньги, вы возвращаетесь опять на первый этап к поискам квартиры и искать тот вариант, который будет более уместен. Ну, в этом плане более гуманно, да, здесь никто никого не кинет, там, прям, чтобы ты остался с нулем. Нет, прецедентов глобальных таких, что кто-то кого-то кинул, ну, нет, они есть, я не скажу, что их нет. Но это, скорее всего, у людей, которые, вот знаешь, есть категория людей, которые не готовы слышать правду. Вот они посмотрели каких-то разных видео, возможно, пяти-восьмилетней давности. Это люди, которые верят Авито до сих пор, уже тысячи видео выпустили, они все равно верят Авито, что сейчас я в Сочи за полтора миллиона возле моря трехкомнатную куплю. Ну, относительно недавно нам прислали объявление, вот ссылку на объявление, говорит, что вы мне рассказываете про цены. Вот же, я вижу, что квартира за 22 тысячи евро. И я открываю эту ссылку, естественно, мне самой интересно посмотреть, что это за квартира. А дата объявления 2006 год. Ну, у вас хотя бы... у вас фонарей нет, я им сегодня про фонари рассказывал, потому что они удивляют. Нет. Так, ладно, мы про шутом говорили, мы про расходы. Мы закончили, да, расходы. И еще у нас остается только переоформить воду электроэнергию. Вода это порядка 40 турецких лир, это даже не знаю, это меньше 10 евро получается. Ну, копейки, да. Да, электрика порядка 300 турецких лир, это примерно 50-40 евро, где-то так, если ориентироваться. Ну, вот, наверное, и все, то, что касается расходов. И есть еще момент, когда мы берем банковский кредит. Вот тогда к списку документов нужно добавить справку о доходах. Она делается в абсолютно произвольной форме, более скажу, что ее даже не проверяют. Это особенно хорошо для людей, которые неофициально работают. Справку о доходах вы дома у себя же делаете? Да, да. Ее просто необходимо будет перевести. Ну, то есть в свободной форме, не два НДФЛ там, да, как у нас там требуется. В свободной форме делается справка. Например, я индивидуальный предприниматель, я сама себе делаю справку о доходах, ставлю свои печать. Например, у меня дядя предприниматель, он мне делает, что я работаю. Ну, короче, никто это не проверяет. Да, никто это не проверяет, поэтому здесь можно. Есть ограничения на кредиты. Сейчас выдают для иностранцев на 5 лет. Кредиты, это ты говоришь ипотека, да? Да, банковский кредит, ипотека. Ипотека, да? Да. То, что касается рассрочки от застройщиков, там не нужны никакие специальные документы. Знаете, как застройщик верит на слово. У нас есть обычно график платежей, согласно которого мы идем. Документы оформляются именно ТОПУ уже по окончанию строительства, соответственно, по окончанию всех выплат. Либо же оформляются досрочно, если там маленькая остается какая-то часть невыплаченная. И идет ТОПУ с обременением. Ну, у нас примерно та же самая система есть, когда накладывается обременение и снимается по окончанию. Так, сколько у нас все в общем получилось? Примерно, вот ты уже по практике, сколько нужно человеку взять, помимо двух паспортов? В среднем 2000 евро, в среднем. Но опять-таки, зависит от квартиры, которую выберут, потому что у нас налог... Да, чем дороже квартира, соответственно, тем будет... Ну, и оценочная тоже будет, соответственно, дороже. В общем, ребята, да, всегда прибавляйте, да, можно так сказать, наверное, к стоимости примерно где-то 2000 евро дополнительно. Всегда можно предварительно перед поездкой просчитать. Ну, вот, когда вы собираетесь ехать, вы уже примерно понимаете, я хочу купить квартиру, не знаю, за 35 тысяч евро, 100 тысяч или за миллион, да. И плюс-минус мы всегда можем рассчитать, сколько будет идти оценочная стоимость. Ну, примерно, понятно, что точно мы можем только на конкретный объект дать, когда вызовем оценщик. Ну, примерно вам будет понятно, что к чему. Да, примерно мы всегда просчитываем, сколько это может стоить дополнительных затрат для того, чтобы это все оформить и сделать. Поэтому мы не бросаем в беде, мы всегда поддерживаем. И более того, Турция, чем мне, например, нравится, что всегда очень гибкая система, всегда готова идти навстречу. Чего-то не хватает, хорошо, вы пришлете, вы донесете, вы сможете это сделать. Не нужно вот бросать все, ехать, обязательно там брать оригиналы с мокрими, печатями. При этом там где-то еще их нужно апостелировать, перевести или еще что-то. Все можно решить здесь, на месте. Идут, да, навстречу. Ну, у нас застройщики, я тебе скажу, что они идут навстречу, они очень у нас такие... Балованные. Балованные, да. Мягко сказано. Так, что еще? Проверяем ли мы квартиру перед покупкой? Вот ты рассказывала про вот этот эскан, да? Что его может не быть. Я уже сразу подумал, что человеку нужен риэлтор, что кто за него все это дело проверит. Он же ни на турецком не понимает, как он будет заходить, вот эти, смотреть, квитанции есть, нет. Проверяете ли вы? И какие вообще гарантии, может, страховки, что-нибудь такое? Ну, самая главная страховка является офис ТАПУ, который проводят, да, что это не частная служба, это не частная нотариус, это государственное учреждение, где проходят все сделки, они все регламентированы. Перед тем, как выходить на сделку, естественно, мы проверяем квартиру, мы берем ТАПУ от собственника, который есть, да, идем в офис ТАПУ и проверяем на наличие любых обременений, любых судов, пересудов, все, что может быть на эту квартиру, оно все находит отображение в этом, ну, грубо говоря, едином реестре. Ну, это как у нас, выписка из ЕГРП, ЕГРН. Ну, здесь даже ее не нужно брать, потому что за это отвечает офис ТАПУ, и, соответственно, они сами на месте все делают. Ну, как-то они по-умному, да, так все сделали, это на себя ответственность даже? Ну, это не просто по-умному, это еще очень быстро. Вся сделка может занять порядка 10-15 минут. Ну, да, предварительно очень много чего не видно, что делает риэлторская компания, да, когда мы приходим, когда мы приносим, когда мы стоим, чтобы нам это все проверили. Ну, вы потому что сервис такой предоставляете, что человек как бы и не замечает, что вокруг происходит. А по факту мы приходим все вместе в офис ТАПУ, берем деньги, берем документы, относим в нужное нам окошко или нужному человеку, который отвечает за нашу сделку, и через 10 минут вы выходите с улыбкой на лице без каких-либо проблем, истерик, нервотрепок, а поедите туда, возьмите непонятно что и зачем. Просто выходите со свидетельством о праве собственности, даже особо не передвигаясь. А есть тут очереди, когда перед тобой 300 человек? А это все регламентировано. У нас нам назначают время, когда мы приходим, плюс-минус 10-15 минут, и все готово. Ммм, вон как, понял, понял. Ну да, поэтому это занимает 2 дня, вот мы берем за несколько дней себе очередь, что, например, там, послезавтра в 2 часа дня у нас вот такая сделка. Предварительно мы это все готовим, они нас ждут к этому времени, мы приносим то, чего не хватает, например, оригиналы документов, оригиналы паспортов, приносим деньги в том числе, и через 10 минут мы выходим, улыбаясь, с улыбкой на лице, со свидетельством о праве собственности, полноценными владельцами квартиры. Круто. Да, при этом можно эти 10-15 минут сесть в кафе, попить чай, и никаких проблем не будет. По громкоговорителю вас вызовут, когда придет ваше время, и все. Так, ну, что касается проверок всяких, я думаю, все, да? Да, это делает такой офис, в основном это делается через такой офис. Так, 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 ну, в принципе, Оля, я тебе все вопросы уже задал. Ну, как резюме можно сказать только одно, что я могу очень долго рассказывать про систему, как это проходит, всегда есть какие-то «да», «но» или «или». Нужно учитывать много факторов, много обстоятельств. Ну, по факту это происходит настолько быстро, легко и настолько просто, что очень многие люди поражаются, приехав сюда и говорят, как это все? Мы дома ищем квартиры месяцами, проводим сделки многими неделями, потому что пока состыкуем, пока договоримся, а потом соберите кучу-кучу-кучу справок, которые нужны, не нужны, никому не понятно, ну, пусть будет на всякий случай. Да, пусть, бери все с собой. Да, здесь все гораздо проще и легче, и покупка не вызывает стресса. И оформление документарное тоже не вызывает стресса. Тут, в принципе, ничего не вызывает стресса, да? Да, но сейчас нет такого большого наплыва туристов, достаточно спокойно. Обычно улица очень оживленная, очень многолюдная, и мы бы так с тобой летом не поговорили на улице, как сейчас. Хорошо, хорошо, Валь. Ладно, у нас довольно-таки длинное видео получилось. Тебе большое спасибо. Пожалуйста. Друзья, обязательно, так сейчас против солнца снимаю, обязательно поставьте лайк Оле, подписывайтесь на канал, и кому еще что-то интересно с юридической точки зрения, какие-то такие нюансики, обязательно пишите в комментариях, если что, Оля обещает, что еще одно видео снимем и разберем. Снимем видео или ответим в комментариях? Либо ответим, либо отдельно какой-то вопрос, если глобальный, разберем, так же видео снимем. Все? Всем пока, всем привет из Алании, увидимся здесь уже. Субтитры сделал DimaTorzok